Приветствую вас, сразу скажу, что идеально было бы, если бы вы оба обратились на консультацию, и, ну, вместе с вами вдвоём мы бы эту проблему обсудили и нашли бы какое-то решение именно в таком вот грубовом аспекте. То есть именно вот в аспекте, ну, взаимоотношений вас, да, как пары. Исходя из того, что вы написали, я не очень, если честно, понимаю, почему молодой человек, не желая секса с вами сам, как бы не может, либо не хочет удовлетворить вас самостоятельно. Ну, то есть, к примеру, не хочет сексуал, да, ну, как бы он может вас удовлетворить. То есть я не очень весь этот момент, если честно, понимаю, хотя и есть у меня подозрение на этот счёт, касающийся того, что вам нужен от него не сам секс, да, не столько вы испытываете сексуальные желания, сколько вам нужно вот именно в подтверждение любви с его, ну, с его стороны, как вот, ну, как вот мне видится данная ситуация. Я, конечно, могу быть не брав, вот, но мне видится история именно такой, именно такой мне видится история. И если это так, то желательно, чтобы вы взяли на себя ответственность за то, что происходит, то есть вот, в том смысле, да, что ситуация, как бы, таковая, что спаситель речь идёт не о сексе, да, не о сексуальном желании, а о том, чтобы вам, например, ну, чтобы вам доказать, чтобы вам доказать, что вы любимы, что вы прекрасны, что вы желанны и так далее. Это на самом деле вопрос, скорее, именно непринятие себя, вот, это вопрос, скорее, именно того, что вы, не безусловно себя принимаете, и это вопрос, именно, вашего восприятия себя, вот. Пропадение сексуального желания не обязательно связано со спортом, вот, на мой взгляд, не обязательно связано со спортом, пропадение сексуального желания, может быть связано, и просто с тем, что мужчина вступает, как бы, ну, в удобный для себя формат, да, то есть как бы, ибо темперамент у каждого свой, вот. То есть, этот момент нельзя исключать, с одной стороны, вот, с другой стороны, ну, всё-таки, всё-таки, очень важно, чтобы вы, ну, не принимали на свой счёт, да, эту историю, что если он вас не хочет, значит, вы недостойны любви и так далее. Вот. То есть, весь вопрос стоит в контексте повышения вашей самооценки, весь вопрос стоит в контексте, возможно, обретения нового, новых источников. реализации своих, например, желаний, своего потенциала, вот, и так далее. То есть, это тоже очень важная такая история, вот, на которую, конечно же, нужно обратить внимание, безусловно, там ещё, ну, по-другому не получится, вот. То есть, пока складывается такое впечатление, да, что у вас на сексе очень много завязанных, вот. Пока складывается такое впечатление, что, как бы, через секс вы реализируете другие свои потребности, ну, в частности, личные, личностные потребности твои вы реализуете, вот. И, поскольку здесь и зависит от другого человека, да, то вам, естественно, это же тяжело. Вот. То есть, одно дело, если это просто сексуальное желание, это одно дело в таком случае. И само удовлетворение, и его сексуальная ласка могла бы оказать вам помощь. Ну, я полагаю, что хочется вам совсем не этого. То есть, тут, как бы, заложен такой более глубокий внутриличностный конфликт, который, конечно же, очень желательно бы поисследовать, потому что он вас тяготит. Вот. Ну, обратите внимание, также, на то, что вы не задаёте никакого вопроса. То есть, скорее, из вашего текста, конечно, понятно, что вы хотите решить данную проблему, но вот в каком ключе вы хотите решать, не совсем понятно. То есть, заставить молодого человека дать вам то, что вы хотите, ну, это одно. Заставить молодого человека дать вам то, что вы хотите, это одна история. Именно заставить его, например, да, или как-то его промотивировать, что, кстати, вполне можно сделать, то есть это можно устроить, например, допустим, можно изменить ваши модели сексуального поведения, вот. И так далее. Можно замотивировать, опять же, его заниматься спортом, да, просто вы видите, что ему лень приводить там себя в порядок и так далее, вот. Этот момент тоже корректируется, в принципе, что это решаемо. Что это решаемо, на самом деле, что это решаемо, более чем, вот, вопрос заключается в возможностях, вот. То есть вопрос заключается в том, хотите ли вы это делать или нет, интересно ли вам это делать или нет, вот. Вот такой, в принципе, момент. То есть я думаю, что грубовая совместная консультация вам помогла бы. Вот, ну, здесь уже многое зависит от вас, от вашего желания, понимаете. Вот. То есть понятно, что сексуальная жизнь и сексуальное поведение нуждаются в корректировании, это само собой разумеется. Вот. Ну и, как бы, с вашей стороны, скажем так, да, тоже желательны были какие-то действия, какие-то движения в этом направлении, да. Вот. Кроме того, вы пишите, что вы его очень сильно любите, настолько сильно любите, что хотите именно его. Да? То есть, как бы, ну, так-то это нормально. Что вы любите его и что вы хотите его. Так-то это нормально, так-то в этом ничего нет такого необычного. Но, то, что вы говорите об этом, то, что вы именно говорите об этом, это, конечно, вызывает вопрос. Вот. Там еще, возможно, вы не находитесь в созависимых отношениях. И, если это так, то из созависимых отношений вам желательно бы выйти. Вот. Потому что вам это будет мешать в дальнейшем. Вот. В том числе и воздействие с мужчиной. Потому что такая зависимость, да, зависимость вашего восприятия себя от его поведения, ему, конечно, нравится не может. Потому что человек чувствует, что слишком много завязано на нем, а это, как бы, ну, заставляет его думать, что он, знаете, такой, ну, как ваш родитель. Да. Вот. А, как известно, с родителями, с родителями или с детьми не спят. То есть, если ваше поведение, вот, именно ваше поведение, оно, как бы, ну, начинает походить на, ну, на детское. Вот. Что это, собственно говоря, может быть проблемой. Это может быть проблемой. Если, ваше, вот, поведение, а, походит на поведение рыбинка. Потому что это напрочь убивает, а, как бы, а, к вам желание. Вот. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Ну, то, что я могу вам, вот, в качестве обратной связи дать. И учиться такого рода отношениям, отношениям взрослым-взрослым, работать над повышением самооценки, над самодостаточностью вашей. Вот. Это, ну, наверное, та задача, которую можно и нужно выполнять, в принципе, вам. Это то, что я могу, то, что я могу вам сказать. Вот. Ну, вот именно исходя из той информации, которую вы предоставили нам. Вот. Значит, на этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, а буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Так. Продолжение следует...